сегодня гуляем по бангкоку смотрим город я хочу подняться на самую высокую смотровую площадку мне сейчас из гостиницы до смотровой мне около часа причем забавно что мне показывает что на общественном транспорте типа 45-50 минут что пешком типа там час вот поэтому четыре с километра ну короче как то так все но гуляю сегодня сейчас выходил из номера и уборщицы убирала и они значит как делают перед тем как войти в комнату она снимает обувь коридоре ставит свои эти топчунки и уже в комнату заходит босиком посмотрите таиланд название страны буквально значит страна свободы раньше страна называлась сиам и дала название породе кошек и сиамским близнецам считается что кошки появились на территории сиама около 600 лет назад и держали их у себя королевские семьи первоизвестные сиамские близнецы как можно догадаться тоже появились в сиаме звали их ченгу и нгу что дословно с тайского можно было перевести как правый и левый тай или королевство таиланда конституционная монархия и нынешним королем страны является маха вачера лангкорн свое время монарх получил образование в великобритании и австралии в кондере он окончил королевский военный колледж где получил образование военного летчика 1970-х годах он служил в составе авиационного полка на севере таиланда участвуя в борьбе против коммунистических повстанцев а также принимая участие в военных операциях против вьетнамских партизан на границе с камбоджей 1 декабря 2016 года был провозглашен королем таиланда у каждого тайского короля есть уникальная монограмма которая используется для обозначения его правления эти монограммы часто появляются на официальных документах правительственных зданиях и даже денежных купюрах тайская монархия обладает богатой коллекцией королевских регалий включая королевский девятиярусный зонд великую корону победы и королевский меч победы это символы королевской власти короля и используется на церемониях коронации у королевской семьи таиланда есть различные официальные резиденции включая большой дворец в бангкоке и королевскую виллу читролада большой дворец является главной достопримечательностью для туристов и домом для знаменитого храма изумрудного будды в таиланде действуют строгие законы запрещающую порочить монархию здесь категорически нельзя никак оскорблять короля там открытки с ним рвать там чуть рисовать мулевать в общем все что связано здесь местными королевскими особами если вы как-то будете демонстрировать что вы их не любите оскорбляете посадят вас в тюрьму поэтому давайте будем уважительно относиться к их властям местным банкок банкок изначально был известен как крун тхеп на тайском языке означает город ангелов он имеет самое длинное название в мире крун тхеп маханакхон омон ратанакасин запись книги рекордов гиннеса относится к банкоку как к самому длинному географическому названию в мире состоящему из 168 символов но повседневно для обозначения столицы и таиланда чаще используется сокращенное название крун тхеп изначально банкок был скромным коммерческим центром и портом исходно именовавшийся как банк макок что переводится как деревня на берегу реки где растут сливы название города вероятно произошло от фрукта называемого макок деревья которого произрастали на территории храма ват макок известного сегодня как ват арун таиланд имеет долгую историю смены столицы династий район который сейчас является банкоком первоначально был небольшим торговым пунктом ают хая вторая столица сиама свое время была значительным и процветающим городом 1767 году ают хая была разрушена бирманцами во время бирманско-сиамской войны после падения ают хаи в сиамском королевстве царили беспорядки и несколько региональных центров власти соперничали за контроль 1782 году генерал чао прая чакри который позже станет королем рамой первым основал город банкок в качестве новой столицы королевства сиам это решение было основано на различных стратегических соображениях включая его расположение вдоль реки чао прая что делало его благоприятным торговым и транспортным узлом генерал чао прая чакри стал королем рамой первым первым монархом династии чакри и он и его преемники работали над централизации власти в банкоке роль города как столицы укрепилась по мере того как сюда были перенесены королевский двор правительственные учреждения и дворцы при династии чакри культурное и экономическое значение банкока возросло состоялось строительство ключевых достопримечательностей среди них большой дворец и ватпхо и банкок стал центром торговли коммерции культур а у нас вообще по погоде давайте посмотрим вот что у нас 32 градуса в 11 а будет 36 показывает что максималка сегодня 36 кто-то из вас может сказать типа игор хрен ты зажалуешься нормальная погода кайф у нас там минус 10 не спорю ну когда на улице находишься при такой погоде целый день то конечно ощущается у нас кофе хайни лимонейд с днк римач зашел кафешка немножко освежиться очень кстати прикольная штука лимонад лед кофе мед и лимончик очень вкусно рекомендую если вдруг вы на жаре если вдруг у вас там снег и вас заметает то конечно лед я не рекомендую сюда здесь очень много всяких стильных модных заведений это не исключение и что мне нравится тут просто можешь идти где угодно непонятно где вдруг раз у тебя какое-то заведение такой бал нифига себе если вы не знаете какая валюта в айланде ночью скорее всего вы не были в триланде бат и да вот так и не выглядит это вот 20 бат сейчас иду по такой узкой улочки знаете такие улицы которые параллельно идут главным улицам в бангкоке и здесь тоже всякая такая торговля идет знаете на них стоит такой характерный запах знаете с чем можно сравнить сейчас я вам скажу вот если вы у себя на кухне будете на одной сковородке жарить рис в масле с яйцом перемешивая и рядом будет у вас сковородка где вы будете жарить куриные крылья вот этот вот запах будет стоять в кухне изменявшие друг друга короли особенно король рама четвертый мангкут и король рама 5 чулан корн сыграли ключевую роль в модернизации и реформирование сиама то есть таиланда они ввели административные системы западного образца отменили рабство и осуществили ряд других реформ укрепив власть монархии и сделав банкок центром этих изменений центральное расположение банкока и относительная безопасность от иностранных вторжений способствовали политической стабильности и сохранению его роли столицы во времена внешних угроз столица часто служила оплотом сиамской монархии и правительства 1939 году сиам официально сменил свое название на таиланд при короле раме восьмом сегодня банкок это обширный оживленный мегаполис служащий не только политическим и административным центром таиланда но и его экономическим культурным и транспортным узлом его историческое значение и непрерывное развитие сделали его динамичной и неотъемлемой частью самобытности страны до начала второй мировой войны таиланд обладал отсталой экономикой где основным экспортным товаром был рис сью 950-х годов страна начала процесс индустриализации преимущественно благодаря финансовой поддержке сша в обмен на участие в американских военных операциях в азии в период с 1985 по 1996 год таиланд испытал стремительный рост ввп приблизительно на 10 процентов ежегодно причем ключевую роль сыграли прямые иностранные инвестиции во многом от японских предприятий но счастье таиланда длилось недолго росли инвестиции но рос и внешний долг страны в результате возник экономический пузырь который лопнул в 1997 году став основной причиной азиатского экономического кризиса произошла девальвация национальной валюты бат упал более чем в два раза снизился в ввп и потребовалось около 10 лет чтобы экономика восстановилась на помощь пришли международные кредиты восстановлению экономики таиланда мешала политическая нестабильность и землетрясения в индийском океане в 2004 году бонусом сюда добавился мировой финансовый кризис начавшийся в 2007 сейчас короче у меня новые запахи рыба вот-то рыбный рынок и вот сейчас вот здесь все вот в этой вот рыбе и вот тут палец мусорные баки тут же короче двухэтажные такие как будто плане двп наверно двухэтажные домишки такие очень 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 убогенькие они же здесь живут здесь же перед этими домишками где-то столики тут каждый там жарит парить что-то дешманскую еду всякую тут же там кто-то что-то шьет мопеды делают как в гаражах каких-то деревянных живут и здесь же вот какой-то канал тут вода всю грязище воняет это просто трындец канализации воняет хренеть можно здесь же вот смотрите бизнес-центр полностью современный тут же строится небоскребище еще один тут же вот канализация вонючая жесть нагромождение проводов это тоже то что меня убивает здесь еще вот первые провода висят которые когда банков только строили первые проводили провода вот они еще здесь висят по данным тайских статистических органов на 2022 год средняя заработная плата в таиланде составляла примерно 435 долларов то время как в столице банкоке средний уровень заработка составлял 650 долларов в месяц на чем основывается экономика банкока производства электроники машиностроение судостроение переработка нефтепродуктов значительную долю в экспорте составляют рис и морепродукты туризм также играет немаловажную роль хотя не является основным источником дохода приносит примерно 10 процентов от общей прибыли зарабатывает город в том числе на гостиничной ресторанном бизнесе точной информации о том сколько ресторанов в банкоке нет но если верить данным сайта tripadvisor то подобных заведений там более 13 тысяч в любом случае все нам их не обойти но на некоторые можно обратить внимание например в ресторане японской кухни хаджими робот заказы приносят можно догадаться из-за звания роботы ресторан blue elephant располагается в здании построенном сто лет назад еще с той поры в нем сохранились уникальные национальные рецепты а при ресторане работает кулинарная школа royal dragon это второй по площади вместимости ресторан в мире одновременно принимать пищу здесь могут до 5000 человек а официанты передвигаются на роликах еще кстати к теме о дронах если у вас есть дрон и вы хотите здесь полетать на дроне то в банкоке вообще вроде как нельзя летать в большинстве . и у них если ты нелегально летаешь на дроне во первых те могут посадить на пять лет во вторых еще штраф штраф по моему был в районе пяти тысяч долларов что такое я короче вообще свой дрон оставил тут нужно его регистрировать потом тут получать разрешение короче лучше оставить дрон дома и не париться вообще то ребят из вас не был в банкоке и думать что небоскреба есть только в дубае пожалуйста посмотрите небоскребы башни 1 2 еще там один вот здесь смотрите какой-то медпарк банкок служит центральным деловым и торговым центром таиланда и регионы юго-восточной азии в городе расположены различные деловые районы и промышленные зоны включает центральный деловой район в силами и современный район сухом вид здесь расположены многочисленные международные компании айби майкрософт делойт кпмж и так далее банки и торговые фирмы фондовые биржи таиланда сет тоже расположена в городе и играет решающую роль на финансовых рынках страны банкок является центром обрабатывающей промышленности где представлены самые различные отрасли от текстиля и электроники до пищевой промышленности и автомобилестроения город окружен несколькими промышленными комплексами и производственными объектами экономика банкока разнообразной продолжает расти привлекая как местные так и международные компании инвесторов он играет центральную роль в экономическом развитии таиланда и служит воротами на рынок юго-восточной азии банкок удобен и с точки зрения расположения отсюда можно добраться до пхукета за полтора часа самолетом до бали за четыре часа до сингапура два с половиной часа таким образом мы отправляясь в путешествие в таиланд можно посетить еще одну или не одну азиатскую страну поблизости главное выдержать полет из москвы который без пересадок длится около девяти часов станции метро рядом небоскребы тут же вот эти вот передвижные лавочки и они делают какую-то еду и фрукты продают блины делают короче суета везде полиция тут же тут же мопеды короче все вот так вот в каше вот но атмосфера прикольная что касается тайской вежливости и приветливости читайте нереально дружелюбный народ и вообще как бы кто-то может быть скажет что вот это все маска на самом деле они все нас ненавидят вот у ребят по моему лучше тогда что они там не приходишь они там челом бьют царь батюшка все тебе кланяются улыбаются короче просто я не знаю как будто у них радости когда ты приходишь причем там куда угодно в гости не столько радости как будто бы ты подарил только что ему виллу где-то на берегу моря и он там все тебя об готов обнимать целовать я еще сегодня подошел на ресепшен у меня компьютер не подключался к вай-фай вообще там нужно было ввести там номер комнаты своей свою фамилию вот когда у меня взяла компьютер одной рукой держит этот компьютер кланится мне что сейчас извините я не знаю могла танцевать кланится и другой рукой вводить пароли с кодами в коп отель у меня вот там в тех домах ну там всякие развалюки здесь учет строит рядом с дорогой будет наверное очередной непоскреб лучше просто по дороге зашел забегаловку играет диджей делают тут ну дал суп короче уж прикольно два часа дня то есть вроде не ночное там какое-то времени и дискотечная вы дайте насколько я поел в этой забегаловке вот этим вот напитком из кореньев кока-кола из кореньев каких-то 250 рублей и 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 маханахон ребята здесь наверху я сейчас только что был на спотровой площадке там сейчас выставка пэрбрикс вы собственно говоря тоже все кадры видите сколько это все дело вышло не дешевое удовольствие 500 бат так вот еще раз продать свою дружелюбность я все считаю что лучше когда тебя встречают душой те улыбаются радуются неважно что они там думают вот все равно сразу же какой бы ты там не был злой грюмый какое бы там у тебя настроение не было ты сразу же в любом случае настроен хорошо поэтому мне не важно что у них там внутри чего они там думают мне в целом как бы нравится классно по кайфу что они всегда такие приветливые друзья это один из моих выпусков о таиланде в котором мы немножко познакомились с бангкоком следующих сериях нас ждут достопримечательность этого главного тайского города и мы отправимся далее исследовать таиланд и его острова не забывайте также что у меня есть второй канал smart education где я рассказываю про зарубежное образование там вы можете найти выпуски о зарубежных школах колледжах и университетах непосредственно из этих школ колледжей и университетов поэтому буду рад и если подпишитесь до встречи в следующих роликах